Добрый день всем еще раз, в том числе тем, кто недавно подошел. Меня зовут Владимир Милов, я активно работаю с компанией Алексея Навального, веду экономическую программу ежедневную у него на канале Навальный Лайв. Кстати, смотрите передачку. На самом деле я хотел поговорить далеко не только об экономике, а скорее даже может быть больше о текущем моменте. Момент очень важный наступает, буквально осталась там считанная пара недель до объявления президентских выборов. Я хотел начать с того, чтобы просто поблагодарить всех волонтеров, активистов, участников компании Алексея Навального за то, что вы делаете, особенно в Кузбассе, потому что мы представляем себе хорошо, насколько это сложно здесь. И, честно говоря, я сам родился в Кемерово, но давно здесь не был. Я, честно говоря, уехал отсюда еще в дошкольном возрасте. Я очень хотел сюда приехать именно в качестве общественно-политического деятеля. Мы с Борисом Венцовым хотели приехать и презентовать здесь доклад «Путин. Итоги» еще 10 лет назад. Но, честно говоря, здесь настолько была задавлена вся какая-то независимая оппозиционная деятельность, что, в общем, приезжать так толком было некому. И это, конечно, очень было радостно и приятно видеть для нас в этом году, когда здесь возникло такое мощное движение за перемены. И это очень важно, потому что вы делаете. Мы это все видим, очень ценим. И самое главное здесь понимать, что это часть того масштабнейшего движения, которое происходит по всей стране. Больше чем сотни городов участвует в работе компании Навального, в том числе города, которых там никогда не было раньше на российской политической карте. И это свидетельство того, что у многих людей вообще достало, потому что происходит уже невозможность. То есть люди не готовы это терпеть, несмотря на все административное давление, на весь полицейский беспредел. Мы это видели и во время антикоррупционных митингов, и во время агитации за Навального, и в течение всего этого прессинга, который по всей стране власти нам применяют. И здорово, что несмотря на все это дело вы продолжаете работу и не сдаетесь. Это очень важно, потому что вот вам всем будут рассказывать, что там все предрешено, все равно там Путин навсегда и так далее. Друзья мои, это не совсем так. Больше того, вот, собственно, изменения станут возможными только если мы сами в это поверим. И если мы начнем как можно больше людей агитировать и объяснять им, что дальше так жить нельзя, и мы не можем больше находиться под властью вот этой олигархической коррупционной мафии, которая только занята обогащением самих себя. На нас у них денег нет, у них есть только перед выборами просыпается желание выплатить по 10 тысяч рублей на одного ребенка, но при этом вы понимаете, что это капля в море по сравнению с теми триллионами, которые они тратят на себя любимых. Причем это триллион наших с вами денег. У меня была вот в четверг, там, последняя моя передачка, если кто не видел, посмотрите. Вы знаете, вот все там, я думаю, что многие видели по телевизору, как показывают все время рекламу про Газпром, что это национальное расстояние. Мы рассказывали там, ну я там усмехаюсь, но честно говоря, друзья, это смех сквозь слезы, тут ничего смешного нет. Я рассказывал про все эти новые газовые мегапрожекты, которые не только полностью особо взумеют от уплаты любых налогов в бюджет, но они еще получают огромные субсидии из государства, то есть за счет денег налогоплательщиков, за счет наших с вами денег, тех налогов, которые мы государству платим. То есть это получается фантастическая ситуация. Вот у нас там в Конституции записана пафосная фраза, что негра принадлежат народу, потому что газовая. Газовая промышленность про себя крутит ролики с утра до вечера о том, что мы там национальное расстояние, кормицы, и без нас там все развалится. А получается, что это мы их содержим, а не они нас. Они ничего не платят государству и только наоборот получают дотацию из наших денег. Кто за счет этого обогащается, я думаю, вы прекрасно понимаете. Все эти фамилии, которые Навальный постоянно называет, дружков Путина, которые сказочно обогатились за счет народа во время его правления, Тимченко, Ротенберги, Калычуки и так далее, вот они продолжают на все эти контракты отбогатеть, а нам все время обещают, посмотрите еще раз, это не то, что там какие-то враги России и агенты Госдепа придумали, это закон о федеральном бюджете, который сейчас приняла Госдума и подпишет Совет Федерации, и подпишет президент, где прямо написано, на вас будут повышаться налоги, акции из-за бензина, будут вводиться всякие дополнительные поборы, там организационные сборы на грузовики, вы знаете все про Платон, который, кстати, уже довольно серьезно повлиял, в том числе на стоимость товаров и услуг. Обсуждается целый вборах идей по дальнейшему повышению налоговой нагрузки, вот Медведев тут давал интернет-журналистам, его спросили про ставку налога на доходы к излицам 13%, он там начал все это, что, конечно, никакой налог не вечен, будем пересматривать, а в прошлом году циркулировали открытое предложение Минфина о том, чтобы он доходил с 13 до 15, понятно, да. Все, абсолютно все налоги, НДС, имущественные, транспортные, абсолютно по всем налогам обсуждается повышение, и поверьте, как только вот они просто все ждут вот эта вся свора, когда Путин получит, значит, печать от Центра избиркома, что он получил новый президентский срок, тут же нас ждет фронтальное повышение налоговой нагрузки, как было, кстати говоря, после предыдущих его перевыборов, они обязательно повернут в карман всем нам. И это очень важно понимать. Вся их модель, вся экономическая система, которую они выстроили, она основана только на одном, я думаю, вы прекрасно здесь, находясь в Кузбассе, это понимаете, примитивное выкачивание природных ресурсов, продажа их как можно быстрее за границу, приватизация этих прибыли, и то, чтобы мы оставались расклебываться вот со всем этим хозяйством. Модель это, понятное дело, что ей осталось жить, потому что вы, если следите за тем, что происходит в энергетическом мире, вы видите, какими семимильными шагами идет прогресс в альтернативных источниках энергии, если произойдет эта пресловутая революция электромобилей, о которой уже там много говорят, но там дело даже не в Тесле, а дело в том, что крупнейшие автомобильные концерны уже, очевидно, в свои программы закладывают серьезный переход на выпуск электромобилей против двигателей внутреннего сгорания. Ну, просто нефть нафиг никому нужна не будет. С углем я только что рассказывал, вот кто опоздал, может посмотреть и презентацию, и маленькую видео нашего мини-семинара, который мы провели здесь. Будет же малый мировой спрос на уголь, просто по объективным причинам, и это тенденции, которые уже идут. И, собственно говоря, вот эти все разговоры, вы знаете все, по отморозкам, по то, как хамски ваш губернатор высказался о людях, которые пытаются защищать свои права и право на благоприятную окружающую среду, но это отражает что? Это отражает то, что губернатор Тулеев выступает просто примитивным лоббистом вот этих всех хищических муфиозных интересов, которые только направлены на одностое. Выкачивать природные ресурсы, быстренько их продавать в Китай, получать прибыль, на эти прибыли покупать себе недвижимость на Лазорном берегу. Я не знаю, если вы следите за новостями про так называемого сенатора Керимова, но, честно говоря, это даже стыдно произносить, потому что у нас в Верхней Палате Парламента сидит просто всякий сбро. Какие-то непонятные муфиозы, непонятным способом заработавшие свои мутные капиталы. И несмотря на то, что сколько мы слышали демагогии в последние годы, что вот там Путин запретил владение зарубежной недвижимостью, все там типа отчитались, и Керимов отчитался, и никто его не трогал, никто не шумит на эту тему, вдруг бац, окажется, что у него на миллиарды недвижимости во Франции, из которой он не платит налогов, и ему только за неуплату налогов, только, я не говорю про стоимость этого всего хозяйства, только за неуплату налогов ему 400 миллионов евро насчитали, представляете, какой масштаб там, а? И никто, даже все делают, что ничего не происходит, никто даже не пытается возбуждаться на эту тему, вот куда выходят все эти деньги, выкачиванные от природных ресурсов. Я думаю, что мне даже не надо вас убеждать в том, что если, не дай бог, Путин получит новый президентский срок, то это все, они продолжат выжимать из нас, из России, все эти соки с удесетережной силой. Я в этом году в рамках поддержки компании Навального проехал, в общем, всю страну, от Кенигарска до Владивостока. Я должен 25 регион. Конечно же, у меня просто ужасное впечатление от того, как себя власть ведет по отношению к остальной стране за пределами вот этой вот зеленой зоны, чуть к западу от Москвы, где вся эта там барвиха и нового огорюла расположена, рублевка, так называемая, где они все зимуют. Вот все, что за пределами, они рассматривают абсолютно как колониальную территорию, которая нужна только для того, чтобы выкачивать ресурсы, продавать это все куда-то в мире, зарабатывать прибыль и дальше строить себе все эти роскошные яхты, дворцы, которые все время рассказывает Навальный. Все это пора прекращать. Больше того, я думаю, что если вы разговариваете с людьми, то вы видите прекрасно, что даже те, кто не очень вбеет в перспективы каких-то изменений, кто привык жить в смысле о том, что вот на все навсегда, но даже эти люди начинают роптать. Потому что очень многие из них не видят никакой перспективы в этой системе, особенно молодежь. Вот куда при нынешней депрессивной экономической обстановке и полной вот этой клановости во власти, вот куда им податься? Это как вот мы вспоминаем там худшие истории про Советский Союз, когда везде был этот анекдот ходячий про то, что там отец спрашивает у сына, кем он хочет быть, сын говорит генералом, отец делал грустное выражение лица и говорит, слушай, у генерала свой сын есть, так что тебе придется расстаться с этой мечтой. Вот это точно такая же ситуация, когда у нас сформировалась вот эта непонятно откуда взявшаяся вот эта новая номенклатура, самоназначенная. Потому что, честно говоря, вот эти люди просто черт ты узнает кто на самом деле. Вот я, когда комментировал вопрос там про вот эти космические зарплаты Сечина и Биллера, у меня был текст большой об этом, на моем сайте на Айфе Москвы можете его легко найти, если хотите, пишите мне там, пишите. Я там объясняю простую вещь. Они вот говорят, что во всех крупных международных нефтегазовых компаниях топ-менеджеры получают такие огромные зарплаты. С одной стороны, да, с другой стороны, вы посмотрите на их биографии, этих топ-менеджеров международных нефтегазовых компараций. Они все начинали с Буровика там на МВДУ. Прошли вот весь по ступеньке вот этот вот профессиональный путь, поработали на всех сферах производства, там имеют 30-40 летнюю карьеру. Там нет ни одного проходимца с записью там агент КГБ под прикрытием переводчика из португальского, там или работник петербургского порта, или комитета по внешним связям, мы или Петербург. Ну такого скама там нету просто, да. Там действительно вот эти большие зарплаты, во-первых, получают профессионалы, во-вторых, над этими профессионалами висят акционеры, которые, если что-то с ними не так случается, они не выплачивают им бонусы, выгоняют их с работы и заставляют их работать эффективно на то, чтобы компания развивалась. А вот эти вот, я просто возвращаюсь к тому, что вот те, кто не дает нашему народу, нашему молодежи, перспективные возможности развиваться, это вообще-то непонятно кто. Просто неизвестно откуда взявшиеся обормоты и походиться. Вот кто сидит сегодня во власти. Я думаю, вы видите, что многих людей уже это начинает доставать, но у людей произошло вот за все эти почти 20 лет правления Путина, то, что я называю такой атрофией политических мышц. Вот вы, если, не дай бог, кто в больнице лежал, там пару недель, когда вам какую-то операцию сделали, ну вот у меня была такая история, да, и попробуйте потом, после того, как вы две недели лежали плашмя и не двигались, попробуйте просто встать. У вас вот шатать будет, вы на ногах держаться не сможете, потому что вы не можете атрофировать все. И у наших людей произошло ровно это. Тот, по сути дела, такой общественный контракт, который Путин предложил, он говорил, вот у вас как-то улучшатся жизненные стандарты, но вы за это в обмен не лезьте в политику. Вы сможете покупать больше, машину купить, квартиру, у вас доходы вырастут, но не вздумайте лезть в общественно-политическую жизнь и все, я забираю вас. И когда доходы росли в нулевые годы, люди согласились на этот контракт. Они, по сути, сдали вот эти свои общественно-политические права, но в обмен вроде как у них жизнь улучшалась. Сейчас происходит что? Вот после кризиса 2008 года у Навального был очень хороший ролик про то, как у многих стран ОВП вырос, а у нас он не изменился. Там испорт чуть-чуть вырос или чуть-чуть снизился, но он очень верно остался там же в первый год. Так вот, с 2008 года, почти 10 лет, расти мы перестали. Мы сейчас, я думаю, все больше людей это понимают, что находимся в очевидной экономической яме, из которой нет выхода. Вот нам рассказывают все время про какие-то факторы, что сейчас экономика начнет расти, а где эти факторы роста? Покажите мне. Что, будет какой-то дикий приток иностранных инвестиций? Что, у нас наконец пройдет реформа этих страшно неэффективных государственных монополий с низкой производительностью труда, повыгоняя всех чиновников и производить населения вырослых? Ну нет же, никто не собирается. Наоборот, эти монополии продолжают дальше еще всех поглощать. Что, у нас там какой-то космический рост цен на нефть ожидает? Да никто его не ожидает. Примерно уже, мы можем побарахтаться еще какое-то время, но про электромобилизацию я вам вкратце сказал. Я думаю, что это довольно очевидная тема, вопрос только когда. То есть жизнь не будет улучшаться, если ничего не делать и продолжать жить в рамках вот этой модели, когда узкая правящая мафия продолжает все из страны выкачивать, а людям остается ничего, никакой перспективы улучшения самореализации, карьеры, нормальной зарплаты, квартиры, медобслуживание и так далее. Но нашим людям, которые отвыкли от того, чтобы защищать свои права в общественно-политической плоскости, конечно, очень тяжело после этой больничной койки встать и начать шевелиться и работать. Их надо расширять. Надо объяснять, что перемены возможны. И надо объяснять, что эта власть вовсе не все так контролирует, как она хочет нам всем рассказать. А у нее куча всяких психологических приемчиков в запасе, начиная от этих соцопросов, где якобы у Путина 90% поддержки. А что он тогда боится пойти на конкурентные выборы, если у него все так хорошо и все его так обожают? Я думаю, вы прекрасно понимаете. Потому что реально вот эти вот поддержки на земле, вот этих вот миллионов россиян, которые за него пойдут в воду не вложены, но их нет просто. Природа этой поддержки в основном состоит в том, что люди реально просто боятся перемен. И власть им это активно все время пугает и промывает мозги по телевизору. Нужно объяснять, что вот у Навального на канале есть еще одна другая передача, которую Смирнов ведет, которая называется «Будет хуже». Это очень правильная формула для того, чтобы объяснять людям, что если все оставить так, как есть, то не только жизни будут получаться, а к ним еще больше будут залезать в карман. Вот на фоне того, как Путин выступает и объявляет подачку по 10 тысяч рублей за ребенка, параллельно же выступает его министр финансов Симуанов, который говорит, «Так что у нас слишком много народу соцпомощь получают, надо это как-то схлопнуть». Параллельно у него сидит там куча умников, которые говорят «А, у нас нет другой альтернативы, кроме как повышать пенсионный возраст». И поверьте, они будут повышать пенсионный возраст, у них уже все к этому готово. Раскудывая себя, любимых они при этом урезать не собираются. Все это залезание к нам в карман, я уже сказал, а ничего. Нужно выходить к людям и объяснять. Нужно расширять базу нашей поддержки. Это может быть непростой процесс, и он может занять какое-то время. Вот тоже не надо иллюзий, что с одной президентской кампанией, с какими-то там несколькими месяцев активной работы все там кардинально изменится. Но я вот уже вижу, что после истории с Крылом 2014 года, когда действительно общественное мнение развернулось и к Путину стали относиться лучше, сейчас происходит обратные навороты. Мы видим, что по всем этим вот картинкам, блестящих совершенно встреч Навального с людьми в регионах, мы видим, что там энергетика совсем другая, чем Путин. То есть к Навальному идут много энергичных силных людей, которые, несмотря на все административные препоны и давления, не готовы это терпеть. Путин пусть попробует просто без сгона бюджета, как принадлежит его, просто добровольно собрать митинг где-нибудь. Я вам честно могу сказать, что я человек, много работавший и работающий в энергетическом мире. Я знаю там очень много высотопоставленных людей на разных высоких постах во всяких этих энергетических компаниях. Я хочу вам сказать, что они, когда была предыдущая президентские выборы, была вот эта принудительная сгонка на поклонную гору, вот их всех сгоняли тоже. Людей с зарплатами, я не знаю, больше, чем стоит вот это помещение в месяц, да. И они были очень недовольны этим. Они мне рассказывали в деталях, в подробностях, как это при принудиловке по разнарядке происходит, как их всех шантажируют. Ну, что я им рассказываю, я думаю, что вы это еще прекрасно знаете, как на местах происходит. Видно, что к Путину просто так добровольно никто не придет, а к Навалину приходят, несмотря на все притронные и возможные негативные последствия. И это дорогого стоит. Это дорогого стоит уже просто сам факт того, что движение такое из-за переменной мощно не образовалось в стране. Его надо, конечно же, доводить до какого-то результата. Сейчас я знаю, что в последние недели, когда я езжу по регионам, в связи с приближением уже конкретной даты начала официально-избирательной кампании, ну, конечно, люди начинают задавать на эти все вопросы. Типа, а что будет, если снимут, а как дальше и так далее. Вот я хотел просто сразу, я знаю, что на этой теме обязательно вопросы будут, друзья мои, давайте действовать по очень простому принципу. Мы решаем конкретную определенную задачу, связанную с тем, чтобы у людей появился выбор. Не то, чтобы в бюллетене стояло в этом графе остаться в прошлом, остаться в прошлом, остаться в прошлом. Появилась там графа будущее. Вот мы боремся за это. В этой борьбе есть несколько определенных, важных, в том числе формальных этапов, которые надо просто пройти. Вне зависимости от того, что мы там думаем по поводу того, что будет дальше. У меня огромная просьба не начинать себя деморализовывать и вводить в заблуждение и расфокусировать там свои мысли, думая там, а вот что потом, а что. Сейчас очень важно, вот эти вот несколько недель крайне важны для того, чтобы дать россиянам право выбора на вот этом президентском голосовании. Мы можем это сделать, потому что я постоянно везде подчеркиваю, вот не слушайте тех, кто говорит, что Навальный не имеет права баллотироваться. У юристов штаба Навального подготовлено, сейчас пока выборы не объявлены и там подавать не на кого и некуда, потому что ему еще никто и не отказал в регистрации. Но у них подготовлен очень детальный, качественный юридический кейс, который показывает. Они неправы, они нарушают закон, а Навальный должен быть допущен на выбор. А тот же самый Конституционный суд много раз признавал положение выборного законодательства несоответствующими Конституцией. Мы уверены, что он признает и вот это положение, которое нарушение Конституции запрещает Навальному баллотироваться из-за судимости. Есть в конце концов решение Европейского суда по правам человека, по приговору к РУСа, которое уже было отменено Верховным судом Российской Федерации. Слово в слово к этому повторному решению, которое было вывесено. У Навального очень чистая юридическая позиция. Он будет ее добиваться. Когда мы с ним обсуждали эту тему много раз, буквально вот в четверг, мы надел там сюда и его там новой серии поездок, мы об этом говорили. Вот он тогда произносит фразу, например, бойкот выбора. Во-первых, я просто призываю всех не забегать пока вперед. Давайте сейчас добиваться в регистрации. Во-вторых, конечно, никто не видит бойкот как такая, знаете, как обычная история. Мы пришли в избирком, вам дали справку, что вы верблюд и не имеете права ничем. Вы обиделись, ушли, сказали, я с вами не играю и все. А дальше там продолжается какой-то свой процесс. Там Зюганов с Ксюшей Собчак дебатил их в телевизоре. И вот этот весь цирк. Нет. Мы еще раз должны показать все-таки. Главное политическое событие, которое сегодня происходит в стране, это компания Навального. И это так и останется вне зависимости от всех их попыток там что-то вбинять со своими юридической казуистикой по поводу регистрации и нерегистрации. Как только, если они, дай бог, вынесут решение Центра избиркома о том, чтобы Навального не регистрировать, конечно же, будет сразу иск Верховный суд. Потом иск Конституционный суд. И весь основной процесс, который будут определять легитимность этих выборов, он будет происходить там, а не в Помфиловском центре Сберкона, а не в этих дурацких телевизионных дебатах между тремя дедушками и одной девушкой. Нужно будет показать всем, кто в доме уже хозяин. Хозяин – это народ Российской Федерации, который требует даже не Навального вместо Путина. Народ требует прекратить издеваться над страной и дать людям возможность реального выбора. Навальный абсолютно готов, вы много раз это говорите. Пожалуйста, я готов к честной конкуренции с Путиным, к дебатам. Если я по итогам честных выборов проиграю, ну окей. Так работает демократический механизм. Но лишать людей выбора нельзя, преступно, противозаконно. И еще раз, очень важная работа, которую вы делаете, когда вы общаетесь с рядовыми жителями Кузбасса и объясняете им. Я готов всячески у вас обогащать аргументами, в том числе по экономической части, по углю, по экономическому развитию и так далее. Кратце, мы сейчас затронули тему, это важная тема. И я думаю, что мы обязательно на некое видение стратегическое по этому направлению выйдем. А как строить стратегию развития Кузбасса? Потому что действительно, у угольной отрасли нет перспектив, а это ключевая сфера, которая приносит регионовые подходы. А чего делать? Какие производства развивать? И как это делать? Вот мы объясняем, например, одна из важнейших идей программы Навального, кстати, будет новая версия, хорошая. Вам понравится. 13 числа она будет опубликована. И мы, кстати, 14-го в моей программе ее обсудим. Так что читайте, смотрите. Наша ключевая идея – это развивать высокотехнологичное производство. С большим числом высокоплачиваемых рабочих мест. Вот я привел вам, например, вы много в моей программе обсуждали, а почему вот Бразилия, Embraer на третьем месте по производству гражданских самолетов, которые покупают во всем мире. Или вы в Америку приезжаете, летаете там на губерных американских рейсах, а там на самолетах написано «Мы едем в Бразилию». Почему мы не можем выйти на рынок гражданской аэростралии? Я вот повторю свою мысль, которую я сказал. Следующая большая история в мире, очевидная, ниша просто для взрывного роста объемов производства, это все, что связано с альтернативной надействией. Ветряные турбины, солнечные батареи, приливные электростанции, предприятия по приработке бутонных отходов в энергетические ресурсы, вот все это потребует оборудования, огромных объемов производства, те же электромобили, в конце концов, их объемы сегодня ограничены, а будет взрывной рост. Но вот давайте выйдем на этот рынок и станем там чемпионом, например, почему все эти производства не могут размещены быть в России и в частности здесь, ну почему всю жизнь будет в угле этапаться, тем более, что я показал сейчас на цифрах и фактах, что это все будет схлопываться, и уголь все меньше нужен, и очень ограниченный его мировой рынок, который прежде всего, то есть все добывают уголь сами, мировой рынок это небольшой такой рынок излишков, как только они исчезнут, вот куда мы будем с этими всеми объемами отсюда деваться. Мы объясняем, как развивать другие производства, но здесь очень важно понимать, что это невозможно сделать в ситуации, когда регион настолько экологически неблагополучен, и конечно надо из этого выходить и вводить совершенно другие требования к промышленному производству по охране окружающей среды, по рекультивации загубленных территорий, которые они просто бросают, это вот Антон Викторович приехал из Новосибирск и специально рассказывал сегодня об этом, те, кто не видел, посмотрите, видео вам. Вот это наша виденная стратегия развития России вообще и Кузбасса в частности, и я буду очень рад, если с вашей помощью мы его доведем до ума, в итоге, в общем-то, мы, честно говоря, вас прежде всего просим выходить, я примерно обозначил там вектор нашего видения, но пишите свои идеи, я буду очень рад с вами все это обсудить, я знаю, что когда вы разговариваете с людьми, люди, может, не очень разбираются в проблемах, но они тоже хотят конкретики, они тоже хотят ответов на вопросы, а что будет в экономике делать, а что будет в той же угольной промышленности делать, готовы дать эти ответы, примерно вот по уголю мы уже в течение предыдущих там пару часов поговорили, но никогда не поздно возвращаться к этой теме снова, вы знаете, какая она для Кузбасса влажная, будем очень рады помочь вам конкретным содержанием, но выходите к людям, разговаривайте с ними, убеждайте их, это возможно, у нас по всей стране появляется огромное количество новых сторонников, которые готовы активно выходить и требовать перемен, и это очень здорово, это ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это как-то свернулось, прекратилось и так далее, это движение за переменой будет продолжать работать и будет нарастать, очень важно, что вы в него участвуете, и давайте продолжать ориентировать Россию на то, чтобы она все-таки созрела у меня перемен. Еще вопрос, друзья. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос прокомментируйте, пожалуйста, сообщение о ПФР, якобы деньги заканчиваются, все нормально, ставите, что возможно, никаких денег не хватает. Смотрите, значит, первое, Кудрин, это Кудрин сказал, что я, когда ПФР день не заканчивается, да, Кудрин представляет вот какую-то часть вот этого, их сейчас называют такими системными либералами, вот такого условно там какого-то прозападного эстеблишмента, почему-то эти люди взяли себе вот на вооружение с маниакальным упорством идею повышения пенсионного возраста. Под это они подводят какие-то там демографические расчеты, что у нас там все плохо, вот денег не платят. Вы знаете, я этим, я с ним много вот лично разговаривал на эту тему, да, вопрос же еще 15 лет назад обсуждался, когда я в правительстве работал. И там я это в своей передаче сегодня говорю, но каждый раз вот этот разговор, он заканчивался через 3 минуты о повышении пенсионного возраста по одной простой причине. Кто-то его затевает, говорит, а вот нам денег не хватает в пенсионном фонде и все, там вылезает к Эльвира Набиуллина, она была первым замминистраем экономики и курировала все рекорды. Она говорит, все очень хорошо, но у нас есть расчеты независимые институты социальной политики, которые показывают простую вещь. Как только вы повышаете пенсионный возраст, 2 трети людей, которые попали под это повышение, тут же оформляют себе пенсию по инвалидности. Они сегодня не заморачиваются это дело, а если их решат пенсию, они просто выйдут на пенсию по инвалидности. И все равно рабочей силой они не станут. На рынке труда их не будет. Потому что вы видели требования работодателей, от скольки лет в резюме они отсекают и так далее. После 40-ка там вообще что-то надо. Поэтому я не понимаю, зачем они устраивают все эти разговоры. Что касается, хватает денег или не хватает, здесь вот такой вопрос. Если действуют так, как они сегодня действуют, конечно, никогда никаких денег не хватит. Я вам сейчас просто несколько цифр назову. Наш пенсионный фонд – это абсолютный чемпион мира по количеству работников и их зарплатам на душу населения. 125 тысяч лобов. При том, что 95% операций, которые выполняет ПФР, могут быть автоматизированы вчера. Там не нужно 125 тысяч лобов. 10-15 тысяч максимум. А не на себя любимых тратится, хорошо. Почти 130 миллиардов рублей примерно в годовой бюджет пенсионного фонда на самих себя любимых. Поделите на число пенсионеров, вы получите очень неплохую прибавку на самом деле в годовой оплаты. 300 рублей, грубо говоря, в год. 300 рублей в год. Каждому заплатили 5 тысяч. А было бы 5-300 только за счет ликвидации вот этих всех чувачков. Вы знаете, какие у них здания красивые, как мы все обламурили и так далее. Дальше пошли. Значит, вот у нас говорят, вот у нас там типа 45 с лишним миллионов получателей пенсии. При этом по старости только 36 миллиардов. Вот этот вопрос первый. Вы знаете, какой у нас эффективный возраст выхода на пенсию в Российской Федерации? Когда в среднем люди, вот в среднем из тех, кто выходит на пенсию, начинаются в среднем 53-54 годы. Почему? Потому что у нас есть большое количество людей, это всякие чиновники и силовые структуры, у которых, вот например, средняя пенсия по старости в целом по России, это где-то там 12-13 тысяч рублей, по сути, у которых средняя пенсия для этих ребят 20 тысяч. Выходят они рано. Вы знаете это все дело, да? Вот вам вопрос. Или, скажем, у нас примерно 4 миллиона получателей пенсии получают их не по старости, а по инвалидности и потере кормиться. Вот у нас вопрос очень простой. А какого черта у нас такая большая смертность и такое плохое социальное здоровье, что такая огромная инвалидность и потери кормиться? Зачем мы лезем в Украину и в Сирию? А вы можете увидеть, что там корреляция очень-чем. Как только мы полезли, число получателей пенсии по потере кормиться, вот пошло, вы понимаете, так. То есть первое, не надо лезть, вы хотите, сразу выручен, в принципе, да, вот впоследствии простое. Или, я думаю, вы ездили прекрасно по замечательным российским дорогам, двухполосным, где все время хуры едут 40 километров в час. И по дорогам такие крестики, веночки, крестики, веночки. Такая вот красота, да? Значит, вот одна из причин, одна из причин смертности высокой от внешних причин, это аварийность. Ну вот с этим, например, связано. Или, инвалидность, в том числе. Ну и, кстати говоря, я об этом письмо узнать, вот одна из тем, на которые меня сильнее всего атаковали путинские боты. Прямо, наверное, даже я никогда, может, такого не получал. Я просто взял данные Росстата и мне здраво о смертности от онкологии. Сметность от онкологии в России побила все исторические рекорды. Никогда такого не было. Ни в, я знаю там, 300 тысяч в год. Ни в Советском Союзе. Ни в 90-е годы, ни в нулевые. Никогда. Сейчас абсолютный рекорд. Кстати говоря, с плохой экологией это напрямую связано. Поэтому, когда мы говорим обо всем этих вещах, перестать есть конфликт. Создать нормальную полицию и снизить преступность и количество убийц, навести порядок на дорогах и сделать так, чтобы там не было такой африканской смертности. Инвестировать в здоровье населения и снизить в валидность. Вот это все приведет к очень большому снижению давления на пенсионную систему. И мы сможем сосредоточиться на том, чтобы выплачивать нормальные пенсии людям по возрасту, а не расфокусировать вот это все дело. Еще один вопрос, о котором не говорит у Людмени Зуковин, а где деньги-то вообще взять на нормальный пенсионный пол. Вы, может, слышали, как норвежский пенсионный пол работает. Крупнейший инвестор в мире, сформированный за счет доходов от нефтегазовых ресурсов. А у нас «Газпром» практически не платят налог. У него соотношение по... Опять же, они себя везде выставляют кормильцами, а они добывают примерно столько газа, сколько нефтяники добывают нефти. Но соотношение по доходам в бюджет 1,5 примерно. То есть, условно говоря, когда у нас говорят нефтегазовые доходы, чисто сказать, правильно это, условно, нефтяные, потому что «Газпром» там один, примерно, в рублей платит, а ты должен платить 3-4. Ну, примерно так, да. Я постоянно говорил в этой теме в передаче своих, госкомпании нифига не платят деньги государству. Они их оставляют себе и тратят на какие-то сечения, лидеры там и прочее, тратят на свои руки. Вот вам как находят пенсионный фонд. Не то, чтобы нет никаких проблем, но это все можно сделать. Не только нет никакой необходимости повышать пенсионный возраст, но это будет вредная мера. Она потребует, на самом деле, в итоге больше это сделать, потому что эти люди не смогут найти себя на рынке труда. Они тут же будут по инвалидности оформлять пенсии. А я не понимаю, зачем Кудрин вот с этим делом все не лезет. Просто у меня такое внутреннее ощущение, что он боится на «Газпром» замахнуться, боится поговорить о тех реальных проблемах, которые у нас в стране есть. И я уже сказал вам, почему растет число получателей пенсии по потере комменции. Довольно очевидная вещь такая. Он боится об этом говорить. А кого можно у нас не бояться? Пенсионерам. И людей предпенсионного возраста, которые могут сказать, ну и да, мы не можем. Ну, тут попозже выйдем на пенсию, а мы продолжим пилить вот эти шоколадки. Вот просто вам разгадка и ответ на этот вопрос. Еще вопросы, друзья. Да, пожалуйста. У меня целый ворох вопросов, но я в один повторяю. Вы, если хотите, на тему взяли. Ну, сначала немножко все смешно. Вот те ресурсы, которые сейчас аккумулированы в руках нашей, так сказать, правящей элиты, создают впечатление, что они мировую революцию готовят. Заклад мира, я не знаю, вот эта самая милитаристская риторика, там, любовь к Северной Корее, чтобы об этом думать. И, значит, самое главное, если мы все-таки не хотим мировой революции, хотим эту власть отодвинуть ее желательно на эти выборы, все-таки, как вы считаете, неужели это неправильная идея объединения всех либеральных, там, демократических сил, коалиции, то, что о чем много говорят. Вот вы говорите, что Ксения Савчак это смешно, но тем не менее, у него только какой-то электорант, правильно? Явлинский, да, это может быть уже в прошлый век, но там все равно тоже, как бы, это, если все-таки нам объединиться, неужели это плохая идея? Это весь ворох. Смотрите, ну, если ты про объединиться, это очень стандартный традиционный вопрос, который мне задает. Я, когда, там, лет 10 назад из экспертной ниши начал активно находить нишу политически, вот, у меня тоже такая была иллюзия, что основная проблема это то, что вот много людей демократических взглядов в политике, они как бы не могут объединиться в одну структуру, да. Я быстро для себя понял вот что, что издержки вот такого объединения, они чрезвычайно высокие. Например, вы могли наблюдать это на примере ваш пресловутого Координационного Совета оппозиции, который он не смог даже собственный регламент принять. А при этом эффект, вот если мы обсуждаем об эффективности в масштабах страны, да, давайте я вот откровенно вам скажу, что нам сейчас нужно, в чем основная проблема оппозиционных сил. Основная проблема это недостаточный охват граждан. Про нас многие не знают, те, кто знают, знают мало, многие из тех, кто что-то слышал, слышали всякую герунду по телевизору, не в курсе наших идей, не знают, кто такой Навальный, не знают, что может быть альтернатива. И поле тех, кто в курсе, оно микроскопическое по сравнению с вот этим огромным, так сказать, пространством для окучивания. Ну, если вы смотрите вперед, вы какую задачу будете считать более важную? Выйти в поле и искать сторонников среди огромного числа людей и попытаться вот на этом вечно двухпроцентной поляне, который уже 20 лет ничего не может родить против этой системы, потому что там все замечательные люди, суперумно, суперталантные. У них есть какой-то свой электорат, вот Явлинский год назад на выборы в Госдуму получил там 1,9%, Касьянов там 0,7%, тоже, да, если сложить, вроде как это 2,5%, но нам мало 2,5%, нам надо заниматься их делом, это ровно то, чем занимается сегодня Навальный, он вообще их не трогает, обратите внимание, он занимается своей работой. Я надеюсь, что у этих ребят всех хватит ума в конце концов просто взять и поддержать то, что Навальный и его команда делали, при том, что они добились реально наибольших успехов из всех. Вот как работает, например, вся система праймера, какого-то конкурентного отбора в политике в развитых странах, ну, кто больше успеха добился, вот того все и покажут, потому что когда они на этих праймерах друг между другом ругаются, а потом все говорят, мне, вот он наш кандидат, и мы его все там за него, да. Ну вот классная же модель. Приедет сюда, я надеюсь, Ксения Собчак, ну спросите ее, Ксения. Вот Алексей Навальный участвовал в Москве в выборах, получил самый лучший в истории результат вообще для всех оппозиционеров. Треть голосов, едва не добился второго тура, никто никогда такого не делал, да. Создал мощнейшие протестные движения. В стране, вот вы видели антикоррупционные митинги, вы видели, сколько смотрят его фильмы и ролики и канал Навальный Влад, да. Создал крупнейший фонд по гражданскому контролю за коррупцией, за расходные грозы, да. Раз, два, три, там, может, четыре, пять, шесть, там, ну, в чем он называл, да. И вот он, и вот там, у тебя, окей, может, есть какой-то свой электорат, да, ну, давай вот посмотрим, а кто, кто должен к кому присоединяться в эту ситуацию, да, тем более, что, ну, про Ксению я не хочу еще много говорить, но она, конечно, перебил, дело в том, что, вот, вы не следите за ее деятельностью, но она вот всегда проснижу, я поддержу Навального, там, Навальный, 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 а Алексей при этом как-то ее, там, обсмеивает, и так далее. А Алексей, он обсмеивает, он говорит, самый лучший способ поддержать Навального сегодня, это не выставлять свою кандидатуру, сказать что-то. Для всех честных людей главный вопрос, это вопрос регистрации Навального. Попытка размыть этот главный вопрос, она помогает другой стране. Это довольно очевидно, форма такая. Ну, она ведь, когда появляется националов, она появляется Санкт-Петербург. Знаете, я внимательно, да, она появляется. Я все жду от нее, когда вам скажут, Путин вор. Ксения Анатольевна, если вы меня сейчас слышите, да, вот, я повторяю этот вопрос, который я вам много задаю. Путин вор. Поизнесите эту фразу, когда вы появляетесь на телевизоре, и все. Если вы этого не делаете, ну, а какая сколько вы стоите по всему этому? Вот и весь разговор, да. И что касается, вот опять же, для меня очень важна экономическая повестка. Я много общаюсь с предпринимательским классом, который, может быть, еще труднее раскачать на поддержку, чем обычных людей, потому что им есть чего терять, да. Ну, понимаете, вот они смотрят, вот интервью сообщают с Навальным, она произносит фразу, а Путин же не повышает налоги. Ну, все. Крош, ну мы тебя вычеркиваем. Ну, как с таким человеком можно вообще о чем-то разговаривать, который произносит в эфире фразу, Путин не повышает налоги. Это не в общем, он просто не понимает ничего в том, что в экономике страны происходит, да. Поэтому замечательный Ксения Анатольевна Собчак. Самое лучшее, что нам еще не сделать, это просто снять свою аккандидатуру, не выдвигать ее, не сказать. Главный вопрос этих выборов, это вопрос Доброска Навального. Без этого конкуренции реальной не будет, а будет ее имитация. Поэтому я не выдвигаюсь и передаю все свое, все, что у меня есть, вот. Что касается мировой революции. Ну, никакой они, конечно, мировую революцию не готовят, потому что тишка тонка. Опять мы про микроскопический размер. Полтора процента мировой экономики. Это Россия. Вас обманывает географическая карта, опять же, в проекции Меркатора, где Россия такая огромная, а все наши маленькие. А на самом деле, если посмотреть на нормальные карты, Россия просто такая вытянутая полоска. Расстояние от Мариинской до Улан-Батора там меньше 3000 км. Вот. И размер, это тоже Антарктида большая, Гренландия большая. А реально вот в экономическом плане, понимаете, если мы, вот посмотрите, что в Америке происходит. Ну, вот они полезны, кого-то там хакают. Пришла такая ответочка, из-за которой сколько шума сейчас стоит, там все трещит, пошла. Поэтому, конечно, если они будут устраивать какую-то революцию мировую, ну, просто задай. Просто задай. Без вариантов. Я дико извиняюсь, да, ну, я не хочу там какую-то фантастическую плоскость перевалить, но до начала вот этого украинского кризиса сам товарищ Рогозин, вице-премьер, который у нас за оборонку обучает, он где-то выступал и дал свою оценку перспектив окончания ядерной войны США, случаясь, она состоится. Вы можете представить, она очень неприятная для нас. И они все сами это прекрасно суждали. Поэтому никаких шансов устроить мировую эволюцию нет. Они что делают? Они выступают как такой маржинальный игрок, когда мир как-то немножко меняется и разбалансируется. Есть куча точек напряжения, куча конфликтов. Они влезают везде и пытаются себе что-то выторгивать за счет того, что просто швитажируются. То в Украине, то в Сирии, то в Корее, то в вмешательстве по политику западных стран и поддержки всяких там радикальных партий и так далее. Но в итоге это приводит к тому, что вот этот слон, который они таким образом покусаны вот этим пробуждают, он пробуждается. И еще он-то слон, а они-то мыши. Это не надо забывать.